Мощи святых родителей Пресвятой Богородицы и основателя Кипрской церкви апостола Варнавы сегодня прибыли в Северодвинск. Святыня преодолела тысячи километров из Кипрской православной церкви. Чтобы помолиться за рождение ребенка у храма на Торцево с самого утра выстроилась очередь. От пожилых людей до самых маленьких северодвинцев сотни верующих преклонились перед святыми мощами родителей Богородицы, святых Иоакима и Анны. Чтобы попросить святых о чуде рождения ребенка в храм выстроилась длинная очередь. Прихожане верят, молитва в святых родителей поможет. У внуков хочется, а пока нет. Дети уже взрослые, поэтому пришла в надежде на это. Думаю, что если будешь верить, то, наверное, это и случится. Я поэтому пришла. Мощи святых угодников в Столизу Поморья накануне привезла делегация Кипрской православной церкви. Святыни встречали в Свято-Ильинском кафедральном соборе, звоном колоколов и молебном. Их отслужили владыки Даниил и Исаия. Очень приятно, что вы нашли время для этого визита. Вы приехали, как всегда, не один. Приехали с святыми мощами. Это очень знаково и очень важно для нас. Спасибо большое. Иоаким и Анна не могли иметь детей. Одарование ребенка молили неустанно. Просьба святых супругов была услышана. Их возвестил ангел. Родится дочь, которая благословит весь род человеческий. Теперь святым Иоакиму и Анне молятся пары, желающие иметь детей. Вообще-то процесс таинственный, конечно, рождение ребенка. Это процесс Божий, вернее, Господом управляемый. И поэтому обращаться надо к Богу, в первую очередь, конечно, в этом случае. Но и от Иоакима Анны также пред Богом предстоят и помогают часто верующим людям умножить свое потомство. Получить благодать для христианина – это очень важно. Это, можно сказать, цель жизни – достижать благодать Божию. Понимаете? А мощи святых, они эту благодать источают. И очень важно помолиться Иоакиму и Анне. Храм на Торцево сегодня будет открыт для последнего прихожанина. Помолиться мощам еще смогут жители Архангельска. 26 июня там пройдет крестный ход. Молитвенное шествие во главе с архангельским и кипрским архипастерями пройдет от Успенского храма до строящегося Михаила Архангельского кафедрального собора. Марина Хохлова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.